В марте этого года в Чебоксарах стартовал уникальный проект «Универсальный мобильный помощник». Его цель – обучить незрячих и слабовидящих людей пользоваться сенсорными устройствами. Увидеть мир с помощью телефона или планшета теперь может каждый. Социальный проект «Универсальный мобильный помощник» реализуется в 11 регионах России. Разработали его специалисты Центра реабилитации инвалидов по зрению Камирата в Нижнем Новгороде. От Чувашии успешно прошел программу обучения незрячий специалист Николай Парахин. Теперь рассказывает об успехах уже своих учеников. За это время люди уже научились пользоваться сенсорным телефоном, вводить, редактировать текст, набирать номер, звонить, создавать контакты. Люди научились распознавать денежные копюры с помощью специальной программы BlindDroidWallet. Люди научились читать книги. Курсы проходят с понедельника по пятницу в библиотеке имени Льва Толстого и длятся две недели. Это время, за которое у незрячих людей в корне меняется восприятие мира. Программы расскажут и об уровне освещенности, и о том, какого цвета предметы одежда. Озвучат сцены в магазине, прочитают название лекарств в аптеке. Но и это еще не все. Например, для студентов это полезно тем, что это устройство, они выполняют и функцию диктофона, на который они могут записать лекции. Также они могут там заказать аудиокниги. И уже даже перемещаясь в общественном транспорте, они могут готовиться к заданиям. Программа позволяет им ориентироваться по транспорту. Они могут перемещаться по городам, по улицам. В рамках проекта каждый регион должен обучить пользоваться смартфоном не менее 12 человек. Но это никак не ограничивает желающих записаться на полезные курсы и обрести помощника. Я еще раньше была знакома с сенсорным устройством, но знала, умела не очень много. Сейчас изучила много полезных функций. И телефон стал хорошим помощником для меня, почти другом и почти что членом семьи. Курсы закончатся отборочным республиканским конкурсом в начале июня этого года. Самый лучший ученик представит Чувашию на всероссийском уровне в Нижнем Новгороде. И поборется за право стать лучшим пользователем сенсорного устройства. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика.